Ну что, друзья, я думаю многие знают, что у меня на канале есть так называемые видео Android для чайников, причем в нескольких ревизиях, потому что когда я сделал первое, люди сказали сложно, сделал вторую версию, сказали сложно, сделал третью версию, вроде бы зашло. Но в процессе эксплуатации, скажем так, то есть в процессе просмотров этого видео, я понял, что есть те, кому и это сложно, поэтому сейчас вы увидите так называемое видео для ноликов. Потому что многие, смотря видео для чайников, говорили, что если это для чайников, то мы тогда кипятильники, видео для кипятильников звучит как-то грубо, поэтому видео будут называться просто тот же самый Android для чайников, но версия 0, 0.1 и так далее. То есть до первой версии, то что нужно людям понимать, тем, которые просто нолики. Итак, друзья, привет всем, кто дожил до этого пункта. Сейчас мы будем разбираться, как устанавливать обои. Вот сейчас вы видите, у меня уже на рабочем столе стоят красивенькие обои. Сейчас объясню, как это можно сделать. Существует три метода. Первый – встроенный ваш лаунчер, то есть в любом месте, где не находится никакой значок или виджет, нажимаем пальцем и удерживаем, появляются возможные варианты. Если у вас есть слово «обой», значит вам уже повезло, и вы можете этим методом все настроить. Далее выбираете или обои, или живые обои. Например, просто вот слово «обои». И внизу, у кого-то вверху, у кого-то сбоку будут расположены квадратики с вариантами обоев, которые существуют, и кнопка перехода во внутреннюю память, откуда тоже можно выбрать обои для установки. Например, выбираем вот эти. Нажимаем на надпись «Установить как обои». Ну и далее выбираем на главный экран, на блокировку или на все сразу. Вы видите, обои поменялись, но допустим, нам этого мало. Далее существует вариант, вы уже видели, перейти во внутреннюю память. Сейчас, только сейчас. И если у вас есть во внутренней памяти картинка, которая подойдет вам на обои, вы ее можете легко установить. Это может быть фотография, которую вы сделали сами, может быть картинка скачана из интернета, но об этом уже далее подробнее. Второй вариант – это мы можем зайти в Play Market, в поиске набрать слово «Обои», найти любую программу, которая вам нравится, связанная с обоями. По разрешению, например, экрана можно выбирать, вот написано HD, 4K и так далее. То есть, значит, программа умеет разные варианты делать. Есть Google LLC, то есть, собственно, гугловская программа для обоев. Вот я лично ей доверяю больше, поэтому поставлю гугловскую. Эти программы чаще всего имеют классификацию картинок для обоев, разделенную по разрешениям в разные группы, и вы можете выбрать более подходящую для вас, именно по разрешению, например. Как вы видите, тут все классифицировано по темам. А есть дополнительный пункт обои, это уже, видимо, из системы. На любой картинке можно нажать, и вы посмотрите превьюшку. После этого можно установить как обои, ну и опять же, выбираете на что. То есть, из программы устанавливается несложно, но иногда, как вы видите, может потом почему-то выскакивать из приложения. Ну, типа, отработал и хватит. Некоторые программы будут вам впихивать рекламу. Отличается тем, что рядом с пунктом в программе будет стоять пометочка-кружочек такой с буковкой «А» внутри. Это значит, это рекламное, скажем так, приложение, встроенное в меню. Поэтому я стараюсь пользоваться тем, что официально от Google, там рекламы как можно меньше. Третий вариант. Вы можете в браузере набрать слово то самое «Обои» и добавить желаемое вам разрешение. Ну, вот, например, я хочу обои с разрешением 1920 на 1080. Всегда пишется меньшее число. То есть 1080. Поиск. Далее активируем обязательно пункт «Версия для ПК». Тогда у нас обои будут уже с нужным нам разрешением изначально. И активируем пункт «Картинки». Таким образом мы выпадаем туда, где только обои. Если у вас это не планшет, а телефон, то чаще всего используется вертикальное расположение картинки. Значит, и подыскиваем такие же. В основном, к сожалению, везде наоборот, потому что все под компьютер. Вот, например, вертикально расположенная картинка. Она появилась после нажатия справа. Нажимаем на нее. Скачать изображение. И происходит загрузка. После этого появляется кнопка «Открыть». И можно посмотреть, что мы скачали. Если открыть с помощью просмотрщика, то можем посмотреть и разрешение данного файла. Вот сама картинка. Три точки менюшка. И написано. Вот разрешение 1080 на 2280. То есть то, что нам и нужно. После этого в просмотрщике может быть кнопка «Установить как обои», а может ее и не быть. Тогда возвращаемся в рабочий стол. Обои. Сейчас. Обычные обои. Мои фото. И вот здесь она у нас появилась. После этого нажимаем «Установить как обои». Ну и допустим, выбираем и туда, и сюда. После этого то, что мы только что скачали из интернета, уже у нас установлено в качестве обоев. По-моему, ничего сложного. Переходим к следующему пункту. Итак, вторым пунктом повестки дня у нас мелодии. Как можно поменять, выбрать и все такое. Настройки. Звук. Рингтон. И вот здесь список мелодий, которые уже есть у вас в телефоне или смартфоне. Само собой, у кого-то этот список очень короткий, у кого-то очень длинный. Это зависит от того, добавлены ли сюда мелодии. Так же, как и в обоях, здесь внизу может быть пунктик «Добавить рингтон». И далее можно выбрать откуда. Например, загрузок. Если у вас что-то загружено, то оно здесь есть, и его можно выбрать на мелодии. Вот. У меня, в частности, одна мелодия есть. Я могу ее добавить, и она появляется в этом списке. Иногда надпись не появляется, пока не перезагрузите устройство, но это с жесткими экономиями энергии связано. Так, допустим, у нас мелодии нету той, которую вы хотите. Значит, второй вариант, так же, как и с обоями, в поиске в маркете, набираем «Мелодии». Появляется также очень много программ, которые могут поставить мелодии на вызов. Также помогут вам их скачать. Убираете любую, какая вам больше нравится. Ну, или смотрите по отзыву в звездочках. Само собой, отзывы от людей. И после открытия программы нужно, единственное, не нарваться на рекламу, а заняться именно мелодиями. Эту программу я при вас ставил первый раз, поэтому как раз покажу. Вот вот эта реклама. Отменяем. После этого заходим. Вот, попадаем в огромный список мелодий, где есть пунктик «Воспроизвести». И, скорее всего, нажатием на него можно будет его установить как мелодия. Внизу всегда всплывает реклама, ее мы не тыкаем. При нажатии, как вы видите, на один из значков появляется вариант установки. Можно поставить как мелодию вызова, мелодию уведомления, будильник. Ну, или именно отдельно на один контакт. АД и еще рингтоны. Это реклама. То есть, если написано где-то АД, а и в кружочке, что-то в этом роде, это не относится никак к программе, которую вы сейчас открыли. Это просто реклама. То есть, например, я выбираю «Поставить как мелодию». Сразу появляется запрос. Один раз, потом он уже не будет появляться. С запросом, можно ли этой программе доверять. Это уже запрос от вашего андроида. После того, как вы разрешили, эта мелодия выставляется на звонок. Она у нас называется «Классический рингтон». Проверяется очень просто. Ой. Открываем настройки. Звук. Рингтон. И вы видели уже, но сейчас покажу более детально, что именно на пункте «Классический рингтон» и стоит точечка. То есть, выбрана именно эта мелодия. Опа. Тут ее нет, но здесь она при этом выбрана. Вот это приколы программ сторонних. Почему я на самом деле им не очень-то люблю пользоваться, но кому-то это удобнее, поэтому не спорю. А значит, эта программа будет сама включаться и устанавливать эту мелодию на звонок. То есть, возможно, небольшие сбои. Но это на совести того производителя этой программы. Поэтому рассматриваем третий вариант, который больше всего нравится мне. В поисковой строке в любом браузере набираем то же самое. Рингтон, например, или мелодия, пофигу, извините за грубое слово. После этого выпадаем в список сайтов, которые нам предлагают это все делать. Их тут тоже множество. Выбирает каждый сам. Ну, например, вот этот на шару. Появляется какой-либо вариант выбора, в котором можно всегда прослушать и чаще всего и скачать. То есть, прослушать на значок Play, а скачать обычно на название. Точно. Раскрывается следующее. И далее вот опять снизу реклама. Видите, да? Айф кружочки. Сейчас увеличу, чтобы видно было. А выше, без Айф кружочки, есть скачать mp3. При нажатии на эту кнопку происходит скачивание этого файла. После этого его можно открыть. Да? Открыть с помощью, например, мелодии. После этого он появился в музыках. Открываем приложение, которым его открывали. Нет, это не он. Остановись. Неправильно. Значит. На самом деле, я не очень помню, что я там даже открывал. Но неважно. Допустим, это оно скачалось. Три точки. Поставить на звонок. Вот. После этого он опять же появляется в списке со звонками. Но есть еще вариант. Можно открыть любым файл-менеджером. Внутренности вашего телефона. Сейчас верну немножко на начало, чтобы показать, как это делается. Открываем ли внутреннюю память или карту памяти, смотря куда вы загружали. Это уже высший пилотаж для некоторых. Но поверьте, некоторые загружать умеют в SD-карту сразу же с сайтов. После этого Downloads. Received. Это значит принятые. Там пусто. Значит, просто в Downloads. А, вот. Пожалуйста. У меня уже две мелодии до этого была. Одна загружена. Вот она же. Так, это мы проверили. Нажимаем на нее и держим. Три точки. Копировать в внутренняя память. Ищем папку Ringtone. Иногда бывает Media Audio, потом Ringtone. То есть находим Media. Нажимаем там Audio. Нажимаем и там Ringtone. А в последних андроидах папка Ringtone сразу на рабочем столе. Ну, и в первой директории диска. Ну, грубо говоря, c как вот на компьютере. То есть в самом первом пункте. Вот внутреннюю память нажали. Открыли и тут Ringtone. Может быть. Если тут слова Ringtone нет, то ищем слово Media Audio Ringtone. Вот я открываю Ringtone и нажимаю копировать сюда. После этого эта мелодия появляется также скопированной в эту папку. И она снова появляется здесь сейчас. Звуки. Ringtone. И после этого ее нужно найти. Как на самом деле она называлась? Я не помню, но можно посмотреть. Tone and I. Телетели тролливали. Значит, заходим и ищем Tone. PQRS. О, прикольно. Тот самый случай, что ли, когда надо перезагрузить программу? Не удивлюсь. Появился в то же время луна не знает пути. То есть вы видите, да, что небольшие такие затупы, что у программы может быть одно название, а при воспроизведении она, например, может называться по-другому. Dance Monkey вообще называется. Видите, да, что я, получается, искал даже не то. А Ringtone Dance Monkey, оказывается. Вот, пожалуйста. То есть мелодия появилась здесь. Только напоминаю еще раз, что я сейчас и показал, столкнувшись с этим. Название файла может быть одно, а название мелодии совершенно другое. То есть вам нужно открыть в плеере, увидеть название, запомнить его, перенести файл, например, или установить как. После этого уже по этому названию эту мелодию находить в списке мелодий. Ну вот как-то так с мелодиями все. Третьим пунктом на сегодня у нас разборка с лаунчерами. Ну раз уж я в первом пункте сегодня уже упоминал слово лаунчер, то я сейчас должен объяснить, что это, зачем и как. Лаунчером называется, скажем так, программа, меняющая внешний вид вашего телефона в самом главном его аспекте. То есть на главном рабочем экране. Ну или рабочий стол, как многие говорят. Все эти примочки, которые вы видите, относятся именно к лаунчеру. То есть сейчас вы видите, у меня все на рабочем столе. У некоторых бывает кнопочка, и на рабочем столе вообще мало иконок лежит. У некоторых вообще все выглядит так, что в узенькой полосочке слева есть все приложения, и все. Это все зависит от того, какой лаунчер у вас установлен. Какие лаунчеры бывают, можете поискать просто в поиске в маркете. Их очень много. Ну как вы видите, вот огромный список. Если вам интересно устанавливать каждое необязательно, просмотр обычно есть перед установкой. Рассмотрим пример, самый популярный, на мой взгляд, лаунчер Nova. Как посмотреть, что будет с вашим интерфейсом. Вот здесь картиночки даны. Смотрите во весь экран, просто нажатием. И перелистываете, изучаете, что вы получите, установив это приложение. Если вам это нравится, можно установить. Если нет, можно переходить к следующему. Мне нравится, я устанавливаю. Нажав кнопку установить, я запускаю процесс загрузки. Он сейчас сам загрузит и установит этот лаунчер. Теперь нажимаем открыть. И далее начинаем настраивать. У каждого лаунчера настройки свои, но все делается нативно. Или вы выбираете, что он просит, или просто не глядя нажимаете далее. И получается то, что вы хотите. После этого нужно этот лаунчер сделать главным по умолчанию. Делается это или запуском этого лаунчера еще раз, или сразу умно в настройке. Мы сейчас рассматриваем вариант, что умно в настройке мы не умеем. Поэтому просто нажали на иконку этого лаунчера, и мы опять в нем. После этого можно переходить к его настройкам. Но нам самое главное сделать его главным. Зайдя в настройки, мы как раз видим, что он ругается. Что он не сделан главным. Нажимаем на это объявление. Он перекидывает сразу у нас в пункт, где можно его выбрать главным. Видите, да? Главное приложение. Нажимаем. Переставляем точку на новую. И все. Теперь при нажатии кнопки домой у нас все время будет открываться новое. Далее переходим к настройкам лаунчера отдельно. Но это отдельный пункт для отдельного видео. Ссылочка, надеюсь, вон там вот всплывет. Ну и поскольку у меня множество видео отдельно про каждый вид программ, настроек и так далее, то в этих сборниках для ноликов мы будем как бы показывать общие данные, а более детализировано, напоминаю, переходите по ссылочке в уголочке и там изучаете. В данном случае, по просьбе трудящихся, хочу просто показать, как изменяется количество иконок на рабочем столе. Ну и также в настройках. Если у вас лаунчер с возможностью это настроить, то это делается таким образом. Первый вариант. Есть настройки самого лаунчера. У нас в данном случае называется настройки новой. Второй вариант. В пустоте рабочего стола. Нажимаем, удерживаем. Выходят такие настройки и там тоже есть слово настройки. Нажимаем. Далее открываются настройки самого лаунчера. И дальше чаще всего все по-русски. Если нет, то на английском и вам тяжел английский, тогда меняйте лаунчер. Ну или берите словарик, кто как хочет. И тут есть, например, внешний вид. Вы можете выбрать, как будут выглядеть иконки. В данном случае круглые, как печеньки, еще более закругленные печеньки, вообще квадрат, капельки. Ну или ваш собственный дизайн, который вы сами творите, как хотите. Я думаю, вы видите, что меняется на иконочках в зависимости от того, как я двигаю ползунки. Но это у нас все дизайн. Далее. Можно открыть рабочий стол. Тогда можно выбрать, сколько иконок будет на рабочем столе. Сейчас у меня стоит сетка 6 на 4, то есть 6 по вертикали, 4 по горизонтали. И это можно менять. Можно, например, сделать 7 на 5, 6 на 8 и так далее. И у вас будет намного больше влезать иконок в экран. Можно сделать наоборот. 2 на 4. И у вас тогда будет все огромное, как для человека с ослабленным зрением. Вот чем новая и хороша. То есть все очень даже легко настраивается. И соотношение вы тоже делаете в зависимости от того, какой у вас экран. Этим новый мне и нравится. Не воспримите, как рекламу новой, но вот реально многие говорят, что они очень хорошо ее настроили. После того, как мы это сделали, выходим на рабочку. И мы видим, что количество значков на экране изменилось. Но не изменилось количество значков вот в этой выпадающей менюшке. Значит, опять влезаем в настройки. И видим, что есть не только рабочий стол, но и меню приложений. Кстати, до этого мы где были? Давайте сделаем 5 на 6. Готово. Теперь у нас рабочий стол. Что-то я запутался. Настроив уже и рабочий стол, сетку 6х4, и меню приложений, сетка 6х5, я и получаю, что на рабочем столе, вы видите, уже в 5 значков все вытянулось. Ну и соответственно, если это все выкинуть на рабочку, то вы увидите, сколько значков влезает по ширине. Я думаю, все стало понятно. Выдвинем, получаем уже в ширину 5, потому что мы в настройках выбрали именно такое соотношение. То есть на рабочем столе у нас выбрано 6х4, в меню приложений выбрано 6х5. Это специально, чтобы было видно отличие. Соответственно, все это можно переделывать. Как передвигать иконки по экрану я вам тоже показал. Но вы хороша тем, что их можно не обязательно соосно ставить, можно со сдвигом наполовину. То есть таким образом вы абсолютно легко выбираете, где это все ставится. Далее, если вы добавляете виджеты, то виджетам можно вообще менять размер, как вы хотите. Но, правда, как видите, не всем. Например, берем любой другой виджет. Ну, какой? Ну, например, вот. Разрешаем лаунчер делать виджеты. И виджет пропал без вести. Дубль 2. А, он говорит, сначала нужно выбрать что-то, что вы туда хотите. Вот. После этого нажимаем на него «Изменить размер» и его можно растягивать. Это к теме о том, как можно видоизменять рабочий стол. То есть ярлычки можно только двигать или уменьшать, увеличивать их из настроек. А виджеты можно полностью видоизменять, растягивать, уменьшать. Но, опять же, в зоне того, что продумано производителем. И таким образом можно модернизировать ваш рабочий стол. Ну, в общем-то, более детализированы настройки лаунчеров, в том числе и новые. Это отдельная тема. Еще раз напоминаю, вот там вот про это все всплывают уведомления. Ну, или если вы не успели поймать уведомления, просто пользуйтесь поиском по каналу. Открываете на канале сам... Ну, грубо говоря, нажимаете на значок канала, открывается сам канал. Там открываете меню под названием «Видео». После этого сверху есть поисковая строка с лупой. Там нажимаете на нее разочек, появляется клавиатура, набираете текстом, что вы хотите найти. Нажимаете «Поиск», ну или лупой, или интером на клавиатуре. И у вас открываются возможные варианты, подходящие под ваш запрос. Если запрос создан некорректно, то вряд ли что-то выскочит. Поэтому просьба писать запросы грамотно. На этом всем пока. Спасибо за очередной просмотр очередного видео для ноликов. В общем, продолжаем обучаться андроиду. Всем пока.